Количество мест концентрации ДТП удалось снизить. С таким заявлением на совещании в мэрии выступил начальник управления ГИБДД. На начало 2016-го таких точек было более 30, к концу прошлого года – 25. Из числа неблагополучных вычеркнули проспект Чулман. По словам Радио Кадикова, после проведения реконструкции ситуация здесь стабилизировалась. Но снижение аварийности в городе способствовал не только ремонт дорог, но и появление освещения там, где его ранее не было. Так, на улице 40 лет Победы на пересечениях с улицей Беляева и проспектом Вахитова зажглись фонари. Были обустроены регулируемые пешеходные переходы. Кстати, эти новшества к тому же позволили разгрузить транспортный поток на других магистралях города. Серьезной проблемой было отсутствие освещения на улице Усманово. За 2016 год освещение провели от улицы Нариманово до улицы Королева. В 2017 году нас ждет реконструкция и ремонт Московского проспекта и улицы Нариманово. Надеемся, что это также позволит снизить транспортный и социальный риск при дорожно-транспортных происшествиях в городе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...